Сейчас в городе Окленд, на севере Калифорнии, продолжается эвакуация пассажиров. Судно «Гранд Принцесс», как рассказывал мой коллега Михаил. Дело в том, что сейчас это будет проходить процесс очень долго. Во-первых, потому что каждого пассажира необходимо, чтобы осмотрел медик. И тогда уже принимается решение, куда будет отправлен человек. Либо ему нужна медицинская помощь, либо человек будет отправлен на карантин на 14 дней на одну из военных баз. Также, если говорить про экономические проблемы, возникнут они, скорее всего, и у компании, которая предоставляла услуги. Компания, которая владела этими суднами. Потому что несколько кораблей, где была вспышка коронавируса по всему миру, у всех у них владелец одна компания. И сейчас уже есть информация о том, что одна пара из Флориды, которая сейчас находится на корабле в данный момент, на «Гранд Принцесс», их еще не эвакуировали, уже подала иск и хочет получить компенсацию за моральный ущерб в размере 1 миллиона долларов за то, что их компания подвергла такому риску и не смогла защитить. Также в Калифорнии сейчас введен режим чрезвычайного положения. Есть даже рестораны, в которых людей проверяют температуру, прежде чем сажают за столики. Потому что, действительно, в некоторых магазинах царит паника. Люди массово скупают некоторые продукты, питание и опасаются за свою жизнь. А также власти США и власти Калифорнии сейчас просят граждан страны не отправляться в путешествия на круизных лайнерах, чтобы не стать такими же заложниками на корабле, как вот получилась ситуация с «Гранд Принцесс». Я предлагаю посмотреть материал, который мы подготовили к эфиру о том, как обстоят дела в Калифорнии. Дрейфующим мы вот уже несколько дней у берегов Калифорнии круизному лайнеру «Гранд Принцесс» с зараженными коронавирусом на борту. Наконец-то разрешено бросить якорь. Но, кажется, у пассажиров уже сдают нервы. Аша отдыхала на «Гранд Принцесс» с родителями и молодым человеком. Романтический тур на Гавайи обернулся запретом на выход из кают. Ее путешествие теперь продолжится уже на суше, на военной базе, в карантине на 14 дней. Мы действительно обеспокоены тем, что нас разлучат друг с другом и изолируют на время карантина. Именно с борта «Гранд Принцесс» несколько недель назад сошел человек, который вскоре стал первой жертвой коронавируса в Калифорнии. Тогда лайнер прибыл в Сан-Франциско из Мексики, где высадил часть пассажиров и отправился на Гавайи. На борту корабля находилось 3,5 тысячи человек из 54 стран, в том числе 4 россиянина. У 21 человека в итоге выявлен коронавирус, 19 из них – обслуживающий персонал лайнера и двое – отдыхающих. Среди пассажиров более тысячи человек, люди старше 70 лет, для которых вирус COVID-19 представляет наибольшую опасность. Что делать? С лайнером решали несколько дней в Вашингтоне и в Калифорнии. Президент США Дональд Трамп не рекомендовал спускать на берег пассажиров лайнера. Но все же после долгих переговоров было решено, что лайнер причалит в порт Окленда, где в течение нескольких дней пассажиры после прохождения медицинского досмотра будут эвакуированы. Кто-то в лечебные учреждения, кто-то на военные базы Калифорнии и Джорджии для прохождения карантина. Члены экипажа останутся на карантин на Гранд-Принцесс. Жители Калифорнии встревожены не меньше пассажиров злополучного лайнера. Из-за растущего числа заболевших в самом штате калифорнийцы в панике скупают продовольствие. Воду и туалетную бумагу в магазинах продают уже по одной упаковке в руки. Антисептик и вовсе не найти. Власти Лос-Анджелеса просят сохранять спокойствие и не путешествовать без острой необходимости. Мы рекомендуем людям со слабым здоровьем, беременным и пожилым избегать общественных мест. Главное, что мы можем сделать, отсидеться дома, если больны. Даже если это просто легкая простуда. Сидите дома, пока не будете абсолютно здоровы. Сотрудникам некоторых калифорнийских офисов с прошлой недели официально разрешено работать из дома. Студенты нескольких учебных заведений на самоизоляции, они, возможно, находились в контакте с заболевшими коронавирусом. Губернатор штата Калифорния Говин Ньюсом рассказал, что на данный момент у более чем 10 тысяч человек в штате подозревается COVID-19. В общей сложности в Калифорнии более 10 тысяч человек, за которыми мы наблюдаем в 49 лечебных учреждениях. Эти люди попали к нам на круизных лайнерах или коммерческих рейсах. Я хочу уточнить, что вот эта цифра 10 тысяч человек, это не точные данные о том, что это действительно люди больные. Это всего лишь подозрения о том, что он также назвал цифру, сколько точно заболевших в Калифорнии. Эта цифра превышает 100 человек. Как раз таки также губернатор сказал о том, что около 8 тысяч тестов доставлены в Калифорнию для того, чтобы начать тестировать людей, у которых подозревают COVID-19. Продолжение следует...